Российские СМИ выдвигают несколько версий о том, кто может быть убийцей Бориса Немцова. У меня одна единственная версия. Вот несколько фактов. Убийство Бориса Немцова произошло в нескольких сотнях метрах от Кремля, главной резиденции Владимира Путина. Все прилегающие к Кремлю территории контролируются силами Федеральной службы охраны, просматриваются камерами наблюдения, патрулируются спецслужбами и полицией. Прошла неделя с момента преступления, но никто не пойман. Значит, и не пытались ловить. Место выбора совершенно очевидное. В 100 метров от Кремля. Таким образом, это демонстративная демонстрация того, кто в принципе может иметь доступ к этому месту. Понятно, что никакие ни украинские, ни американские, ни бог знает какие другие службы к этому месту доступа не имеют. Это могут сделать только российские спецслужбы. Борис Немцов постоянно подвергался агрессивным атакам путинских малолетних бандитов, нашистов. Ему плескали в лицо нашатырным спиртом. Ему угрожали физической расправой. За ним постоянно велась слежка и прослушивание телефонов. В путинской России это могут делать безнаказанно только спецслужбы. 15 июля 2014 года Борис Немцов обратился в Следственный комитет по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но МВД отказалось возбуждать уголовное дело. Были угрозы. Постоянно поступали угрозы в социальных сетях. Звонили ему. Даже сына его, я помню, угрожали. Ему угрожали убийством, что вот мы тебя убьем. Убийство было совершено за два дня до намеченного марша оппозиции. Борис Немцов был одним из основных организаторов, если не главным. В путинской России за ключевыми организаторами больших оппозиционных акций спецслужбы всегда за несколько дней начинают вести наружное наблюдение. То есть, если бы убийство было организовано без участия путинских спецслужб, то киллеры были бы задержаны на месте. Борис Немцов был личным врагом диктатора Путина. Самые мощные антипутинские материалы были созданы именно Немцовым. Его доклады убедительно доказывают, что Путин никто иной, как главарь мафиозного клана, лично организующий воровство миллиардов из российского бюджета. «Путин вор», вот этот мем, который стал уже частью российского коллективного политического подсознания, он возник, в общем, благодаря докладам Немцова, итоги правления Путина, его разоблачением воровства в высших эшелонах российской власти, которые Немцов начал намного раньше Навального. Меньше чем за три недели до убийства Борис Немцов сам говорил в интервью, что его могут убить по приказу Путина. Борис Немцов, один из немногих лидеров российской оппозиции, открыто обвинял Путина в разжигании войны на Донбассе. Я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением войну Путина против Украины. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы, не хочу, чтобы были беженцы. В начале февраля 2015 года Борис Немцов начал писать доклад под названием «Путин и война». Специально для этого он контактировал с родственниками солдат, убитых на востоке Украины, собирал документы, которые напрямую доказывали участие вооруженных сил России в конфликте на территории Украины. Этот доклад должен был быть посвящен поиску публикации, обнароду доказательств присутствия российских вооруженных сил на территории конфликта на Украине. Он упомянул, что общался с родственниками убитых российских солдат. Уже на следующее утро после убийства путинские полицаи начали проводить обыски, изымать документы, записи и компьютеры из квартир и офисов Бориса Немцова. Сегодня обыск прошел первый в квартире Бориса Ефимовича в Ярославле. Уже в выходные прошли обыски в партийном офисе и в кабинете в здании Думы. К началу 2015 года в России сформировался полноценный фашистский режим. И есть только один человек, который мог отдать приказ спецслужбам России ликвидировать лидера российской демократической оппозиции Бориса Немцова. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ